МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли праправнук российского императора Николая I, внучатый племянник Николая II, глава фонда Романовы для России, князь Дмитрий Романович Романов. Спасибо за оказанную честь, Дмитрий Романович. Спасибо, что пришли. 30 апреля в Москве состоится церемония перезахоронения праха великого князя Николая Николаевича Младшего и его супруги Анастасии Николаевны. При каких обстоятельствах, когда вы узнали о завещании великого князя быть похороненным в России? Никогда не знал, почему. Потому что мне было 10 лет в моей семье. И главным образом мой отец всегда говорил, дядя Николаевич, он всегда хотел вернуться. А для меня 10 лет. Что значит вернуться? Я жил во Франции. Я, конечно, русскую историю знал. Говорил по-русски, по-французски тоже. Но кто-то сказал, дядя Николаевичу вернуться. Вернуться когда? Все это было далеко. И как-то странно все было. Но мало-помалу прошли несколько лет, где вещи начинались быть неприятными в Европе, с Германией главным образом. И мало-помалу я понял, почему так было важно. Я понял, в чем дело. И главным образом мой старший брат, который, несчастье, скончался только полгода назад, он сказал, если будет момент, если будет возможность, я знаю, всегда хотел вспомнить, что дядя Николаевич хотел вернуться в свою Россию. Не только так, но тоже, чтобы быть рядом с своими солдатами. Это для меня было как-то странно, когда он скончался в 29-м году. Что значит, что кто-то хочет вернуться, но тоже своими солдатами. Что значит, своими солдатами? Было трудно решить, где это может быть. Но самое важное было, что это было бы в России и где-то, где находятся уже убитые останки и другие офицеры и солдаты. Недалеко отсюда есть место, которое, в общем, когда мы видели это место, как казалось, очень странно. Потому что это был бы как парк. Большой парк. Ну, то, что неприятно подумать, что сколько сотни, тысячи русских солдатов находятся. Покоятся здесь. Это братское воинское кладбище. Да, именно. Но для меня это было именно то, что мой брат сперва решил. И я был, конечно, согласен, что там именно подходит. Я с вашего разрешения попробую для наших зрителей организовать некий порядок действий. Вот было ваше решение. Что следовало потом? Вы написали письмо Сергею Евгеньевичу Нарышкину, председателю Госдумы, с предложением вот эту церемонию провести в обозримом будущем. Что было дальше? Дальше это была техника. Когда и как? Когда мы более-менее знали, что если можно начинать об этом делать программу, через полгода, через год или через смотря как. Потому что это не вещь, которую можно решить сразу. Со стороны семьи, то есть моего брата и меня, мы были согласны, что мы это сделаем. И сделаем так, как моя супруга и я решили. In loco здесь, в Москве, что это именно место, где он бы хотел быть навсегда. Вот это очень важный момент, потому что самодержцы всероссийские, императрицы Российской империи похоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. А для Николая Николаевича Младшего, который во время Первой мировой войны какое-то время командовал всеми сухопутными и морскими силами России, важно было быть похороненным в Первопрестольной, в Москве. Правильно? Главным образом, своими солдатами. Это самое важное. Я всегда, мой отец говорил, мой брат сказал, и когда мы нашли место, как вы считали совершенно, то, что нужно было и хорошо было бы, уже не было проблем. Уже проблема была, когда и как. Не трудно было, но трудно было решить и когда. Главным образом, когда. А вот в семье какое отношение, какие воспоминания остались и о Николае Николаевичем Младшем Великом Князе, о супруге Анастасии Николаевне? Что это была за семья? Фотографии, документы? Вот ваша память, пересказ ваших родных. Какими представляете? Знаете, то, что я помню, это почти что ничего не помню, потому что я слишком молодой был для этого. То, что я помню, это моя тетя Черногорская, потому что она жила на юге, недалеко от нас. И, в общем, я чаще-чаще стану. Всегда вес. Дядя Николаевич, это как-то далеко было, далеко. Потому что мой отец, видите, он, как русский офицер империарской армии, находился на фронту турецком. А кто был, вы, конечно, знаете, кто был главнокармановичем? Николай Николаевич Младший. А кто был адъютант для него? Мой отец. В этой жизни это важно и приятно знать, и что есть где-то, соединяется, когда начинается новый момент для России, это было очень важно знать, что для них, что это значит, что значит, для меня тоже трудно вспомнить или знать. Но то, что самое важное было, что когда революция, и когда его попросили моего отца и ясно Николая Николаевича вернуться впервые в Киев, и в Дюльбер, и на юг. Крым, который тогда все еще был русский, а теперь, слава богу, снова русский. Я не могу не сказать это, слушай, для меня это тоже важно. Очень важно думать, что вот мой отец, который, в общем, север не любил, но для него Крым, для него это было замечательное место, спокойно. Из поколения в поколение в вашей семье передавалась как реликвия боевая сабля главнокомандующего турецкой компании 77-78 года, 19 века, турецкая компания Николая Николаевича Старшего. Настоящая боевая сабля и боевое знамя, Шибкинское знамя, вы 5 лет назад, это было 245-летие Эрмитажа, вы в дар России, в дар Эрмитажу передали эти священные для вашей семьи, ну, теперь уже и для всей России вещи. А что стало побудительным мотивом? Ну, хранилась вещь в семье, и замечательно. Почему нужно дарить? Зачем вам это нужно? Это сколько жизней, когда будет момент передать. Главное, это не подарить, но передать России. Это очень важно для меня. То, что было у меня, очень мало было, то, что оставалось от главного возраста Николая Николаевича. Ну, был момент, где я решил, почему не сделать теперь, когда в Эрмитаж, они все меняют, делают. И для меня это был момент, был очень приятный. Я когда передавал эту шашку, я ей передал по-русски. То есть так, и поцеловал, и передал. И они так же сделали. Это был момент, когда меня спрашивают, почему, как вы говорите, почему, почему вернуть с России? Вернуть с России. То, что было мое, это не мое было. Ни моего отца, ни моего деда. Это предложило историю России. И слава богу, то, что мы делали на днях, мы дошли до этого, что я передаю остатки Николаю Николаевичу России. Для того, что он делал на России. Знаете, это для молодых как-то можно понять, что это далеко. И как было для меня далеко, когда я был здесь 15 лет. Но сейчас это очень-очень важно, что Россия продолжает вспомнить, что Европа без России. Это другая история. Я политикой не занимаюсь, но это факт. Это факт. Вот я вас спрашиваю еще об одном факте с разночтениями. Вы племянник последнего российского императора Николая II. Царь не покинул охваченную революцией Россию. И многие историки уверены, что сделал он это сознательно. Это был акт самопожертвования. А что думаете вы? Как в семье к этому относились? Я тоже не могу ответить, потому что для меня это слишком далеко было. Мой брат, если бы он был как историк, он бы вам рассказал, он даже писал насчет этого и до последних моментов. Для меня это было, как сказать, слишком далеко. Теперь, слава богу, я на два шага от результата, который мы в семье знали всегда, когда дядя Николаш вернется когда-то в Россию. И вот мы будем через несколько дней, почти что минут, дойдем до этого. Но улетать из Канн было очень трудно. Очень трудно, потому что это неприятный момент для всех, которые должны делать технику, как это делается, и все. Но это церемония. Это церемония, но очень неприятная церемония. Вы видите, что теперь это будет, теперь это действует, теперь это будет. Вы с вашей супругой уже много-много лет помогаете российским детишкам. Есть дети с серьезными проблемами со здоровьем. Когда вы поняли, что это вам нужно, что это ваше призвание? Здесь я могу почти каждую минуту сказать, когда мы вместе решили, потому что моя супруга, как женщина, понимает сто процентов, что значит для детей, когда им семь-восемь лет или десять, или что, что значит, как учиться с ними. И мы решили, где в Костроме, где мы были именно венчаться в Костроме, как первый Романов. Официально она теперь Феодора Алексеевна. Почему? Потому что Дорит не существует в России. Да, конечно. А отец тоже. Из-за этого родился официально Феодора Алексеевна. После этого я встретил священника, который занимался многими вещами. И именно когда я ему сказал, что вот мы думаем помогать, а, молодец, как молодец, мы начинаем с нуля. Да, у нас фонд, который имеет возможность собрать деньги. И когда будут деньги, тогда очень молодец, отлично. Но я сказал, я найду как. Для нас это был именно момент решить, помогать. Это именно хороший момент, помогать детишкам и молодым. Потому что они для того, чтобы учиться, для того, чтобы быть нормальным. Спасибо вам большое. Спасибо. Я еще раз хочу сострить внимание наших зрителей на очень важном историческом факте. 30 апреля в Москве состоится церемония перезахоронения праха великого князя Николая Николаевича Младшего и его супруги Анастасии Николаевны. За последние годы в Россию вернулись и члены императорской царской семьи. Это и Мария Федоровна Дагмара, и величайшие писатели, мыслители земли русской. Шмелев, Ильин, военачальники Деникин. Поэтому процесс возвращения, историческая справедливость, это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня в главной роли князь Дмитрий Романович Романов. Вам низкий поклон за то, что провели время в такой компании. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.